Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, дайджест самых интересных новостей на Puzzle English и англоязычных мемов в придачу. Если вы только что наткнулись на это видео, понятия не имеете, что вообще происходит, а что такое дайджест, я объясню. Каждую неделю на Puzzle English выходит десятки разных упражнений в разных форматах. Самые интересные, полезные, эффективные из них я собираю в этом дайджесте, который можно не только смотреть, но и читать. В общем, всё для вас. А начинаю я всегда с популярных на Западе мемов, потому что английский нужно учить исключительно с хорошим настроением. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, счастье не может длиться вечно. Пока где-то планируют запретить интернет, в Европе планируют запретить мемы. Article 13, статья 13 была одобрена большинством голосов в Европейском парламенте 26 марта. Для тех, кто ещё не знает, что это за статья 13, вот простое объяснение. Статья 13 обязывает любого, кто распространяет чужой контент, получить на него разрешение от правообладателя. Или, как минимум, сделать всё возможное для его получения до того, как делать это. К этому относятся не только целые песни, фильмы, сериалы и изображения, но и гифки, мемы и скриншоты. The best possible часто используют, когда говорят о чём-то наиболее эффективном или когда нужно сделать всё от вас зависящее. Кажется, мне скоро придётся прикрыть свои новости. В общем, эта ситуация заставила европейских пользователей шутить, как в последний раз. Европейские пользователи Reddit, когда они слышат, что утверждается статья 13. Когда речь идёт о законах, их обычно pass, принимают. Я после того, как начал свой нелегальный мемный бизнес в Европе. Статья 13 принята. Мой VPN. This is America. Женщина и мужчина, предположительно, в отношениях, лежат в кровати рядом друг с другом, но смотрят в разные стороны. Женщина выглядывает из-за своего плеча и размышляет, думает ли её мужчина о других женщинах. Вопреки мыслям женщины, мужчина на самом деле думает о том, что статья 13 открыла путь к новой, но, вероятно, тёмной эре мемов. Запоминаем presumably, предположительно, to ponder, размышлять, обдумывать или взвешивать что-то. И обратите внимание, как сказать о других женщинах. Females outside of their relationship. Дословно, женщины вне их отношений. Озаряет. Если мы превратим статью 13 в мем, Евросоюз должен будет её запретить. Hits blunt. Это сленг, который означает, что кто-то, как правило, накуренный, приходит к озарению. Как правило, какому-нибудь глупому, но кажущемуся автору гениальным. Статья 13 существует, я рисую мемы, Евросоюз, простите, что за чёрт. Евросоюз принимает статью 13, запрещающую мемы, сделанные из всяких авторских штук. Я делаю мемы полностью из стоковых фото, фруктов и овощей. Выражение made out of означает состоящее или сделанное из чего-то. Entirely, целиком или полностью. Гражданин Европы отправляет другу запрещенные мемы. Наконец-то, переходим к главным новостям. Напазл English. Вышло столько всего интересного, что я еле выбрала из этого самое лучшее и не влепила в этот дайджест вообще всё. Более-менее там-сям, плюс-минус. Если вы тоже любите увиливать таким образом от прямых ответов, посмотрите видео Насти с этими выражениями на английском. Настало время Spice Up Your Life, а точнее вернулось в то время вместе с девушками из Spice Girls, которые решили воссоединиться и отправиться в тур по Великобритании. Вспоминаем их хиты в видео Насти. И кайфушки, и польза. Самый популярный видеопазл недели по версии наших пользователей о кладбище. Не то чтобы у нас тут так много готов, просто кладбище реально красивое, оно находится в скале на Сицилии. Чтобы выяснить что-то по-английски, вам точно понадобится глагол find out. Господи, зачем им столько способов что-то выяснять? Разбираемся в этом в уроке Насти. Мы не могли понять, куда делись все деньги. Чтобы быть уместным и актуальным в любой ситуации, нужно или быть белой рубашкой, или уметь разбираться в формальном и неформальном английском. Как быть уместным и в приличном обществе, и во дворе с пацанами, расскажет Лера. Уж она-то знает толк. Фразовые глаголы равно неформальный стиль. Отказ от фразовых глаголов – это формальный стиль. Мы почему-то часто представляем слушателей наших подкастов за рулем, потому что, возможно, именно так их действительно удобно слушать. Если наши ожидания совпадают с реальностью, вам точно понравится подкаст об управлении автомобилем. Самым популярным транслейтом недели стал пароль «Отзыв» с загадкой о военных шпионах. Нужно отгадать, по какому принципу работает пароль для проникновения на базу, и написать его в комментариях к последней переведенной фразе. Загадка имеет смысл только на английском, поэтому не отвертитесь. На сегодня все. Успехов вам в изучении английского, и не только. Бай-бай.